В эфире Полиция 73. Передача о самых заметных криминальных событиях в Ульяновской области и особенностях работы полицейских. Вместе со стражами правопорядка я, Павел Петриков. Сегодня расскажу про непристойное поведение или как оперативники накрыли студию вебкама, нерешительного щипача, грибы, лес и поиски, а также про инструктора Артема Тормасова. Начнем. За контент для взрослых и отвечать по-взрослому. МВД России сообщило о содержании в Ульяновске организаторов онлайн-трансляции, содержание которых заставляет краснеть и бывалых оперативников. По имеющимся данным, так сказать, работали аж до 100 девушек от 18 до 24 лет. Парнастудию накрыли полицейские. С этого и начнем. Держите себя в руках. Внимание на экран. Держите себя в руках. Не нужна тут никакая учеба, глубокие знания и даже актерский талант не пригодится. А отпечаток останется на всю жизнь. Может со временем, а может сразу. Но заплатить придется куда более высокую цену. Несопоставимую с этой, казалось бы, халявой. Потому что оплата – репутация. На кадрах, что были выше и сейчас, бойцы Росгвардии в помещениях вебкам, то есть порно-студии. Несколько комнат и сразу не скажешь, подо что оборудовано. А вот это скрипты. Я новенькая и застенчивая, расскажи о своей мечте. То, что обычно происходит на фоне таких разговоров, понятное дело, в эфире не показать. Все изъяли, троих задержали. Предполагаемый организатор отвечал за техническое обеспечение и распределял доходы. Его сообщницы искали и обучали так называемых моделей, сообщают в полиции. Таким образом удалось завербовать около сотни девушек. Следователями Следственного управления ОМВД России по Ульяновской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 242 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый в организации противоправной деятельности находится под домашним арестом. Двоим задержанным избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается. И повезло, и не повезло одновременно. Будущее Димитровградца до поры было туманно и неопределено. Но желание легкой наживы сделало выбор за него. Привлекла женская сумка не красотой своей и стильным видом, а содержимым. Владелица отвлеклась, воспользовавшись моментом, мужчина прихватил кейс без присмотра, а там... Нуарная история Димитровградца, которому по законам жанра повезло и не повезло одновременно. Сидел на вокзале, думал о своем. Не давала покоя сумка, оставленная кем-то напротив. По-хорошему, по свадьбе полицию. С бесхозными вещами, особенно на вокзалах, так и поступают. Мало ли что там. Но мужчина в итоге забрал дамский аксессуар, не выдержал искушения, твердым шагом унес его с собой. Не смотрел полицию 73 и не знал, что у МВД России всегда предупреждает. Никогда не забирайте себе чужие вещи, оставленные без присмотра в общественных местах. Помните, согласно российскому законодательству, такие действия расцениваются как кража, за которую предусмотрена уголовная ответственность. Лучшим решением в данной ситуации будет обратиться в ближайшее отделение полиции и передать забытое имущество. Развязка предсказуема. В дежурную часть обратилась местная жительница с сообщением о краже. Подозреваемого задержали. 40-летний ранее судимый неработающий житель Димитровграда во всем признался. Помимо ключей, паспорта, банковских карточек, в сумке находилась наличка 183 тысячи рублей. Часть денег потратил на собственные нужды. На мужчину завели уголовное дело. Погребы да по ягоды. С начала октября этого года сотрудниками полиции зарегистрировано 81 заявление. О розыске 110 человек, из которых живыми нашли 109. Чтобы не попасть в процент печальной статистики, прислушайтесь к советам полиции. Зачем пошли в лес? За грибами. А с кем пошли в лес? Один. А почему один? Ну, я привык один собирать. Взял кирога, сплотенцы, мочалку, книги-журналы, кресло-качалку. Это, правда, не про грибника, а про рыбака. Но суть та же. Нож, пакеты для грибов захватил. Телефон, который, конечно, не ловил. Самое важное – воду, компас, спички, фонарик. Забыл. А грибы, как в сказке, один за другим. Да я когда набрал уже грибы, все, собрался это и смотрю, что-то местность. Ну, заблудился вообще. Понял я, что заблудился. Тогда в дежурную часть обратились родственники мужчины. Оказывается, был и квадроцикл, где-то в лесу и остался. Позже нашли полицейские. Искали грибника пять сотрудников полиции, пять дружинников, пять охотников. Еще одна грибная история очень простая и немного страшная. Хорошо, что закончилось, все хорошо. В лес пошли мы за грибами. Был у нас у всех сотовый телефон. Как поняли, что мы заблудились, шли по дороге. Дорога была очень хорошая. Но солнышко нам светило взад. А должно быть вперед. А вперед, чтобы на солнышко нам идти, у нас дороги не было. Поняли? Тропа-то не та, а лес незнакомый. Вывод, неведомо куда, без разведки не ходить. Даже группой. Пошел, пошел и все. По этим, по буеракам и дальше. Пошел он на пролом через всякий бурелом. Одним словом, запаниковал. Брел дорогу вовсе не разбирая. Повезло, очень. Выбрался случайно. Искали мужчину, четыре автомашины, полицейских, пять сотрудников ДНД, один участковый лесничий, четверо родственников. Всего с начала октября текущего года сотрудниками полиции зарегистрировано 81 заявление о розыске 110 человек, из которых обнаружено 109 человек живыми. Уважаемые жители Ульяновской области, будьте бдительны. При посещении лесных массивов сообщите родственникам направление и маршрут движения. Если вы плохо ориентируетесь на местности, ни в коем случае не ходите в лес в одиночку. Если вы заблудились, не паникуйте, остановитесь, попробуйте связаться по телефонной связи с родственниками, сообщите о себе в службу спасения 112. Перед тем, как отправиться на тихую охоту, убедитесь, уверены ли вы в своих силах, умениях и навыках ориентировки. В одиночку не ходите даже в знакомый лес. В правоохранительных органах обучение не прекращается ни на миг. Профессия и служба сопряжена с рисками. Следует понимать, чему бы уже не научила жизнь, лучше все же прислушаться к советам опытного инструктора. Он плохого не научит. Артем Термасов – отличный пример такого наставника. И о нем следующий сюжет. Ответственный, внимательный, смекалистый и чуткий. Где-то применяет осторожность и хитрость, а где-то – бескомпромиссность и жесткость. Например, в спорте. Артем Термасов с детства подвижный и энергичный. Это заметили родители и решили перенаправить энергию в нужное русло. Инструктор бдит и направляет. При обращении с огнестрельным оружием жизненно важно соблюдать технику безопасности и придерживаться строжайшей дисциплины. Все движения выверены, точны. С сотрудниками полиции мы еженедельно проводим стрельбы в тире. Стреляем различные упражнения. Самое распространенное – это пятое и четвертое упражнения. То есть 10 метров, 10 секунд, 4 патрона, на оценку удовлетворительных, 2 и более попадания. Единоборства на службе почти никогда не применяются. Полицейские всегда стараются решить вопрос мирно, юридически обоснованно, без грубой силы. Но, цитата Лао Цзи, «Чтобы клинок один раз спас твою жизнь, носи его всегда» прекрасно иллюстрирует важность владения базовой техникой защиты. Сам Артем Термасов спорт не бросил, но приоритеты сместились. «В данный момент больше своих усилий я отдаю своим детям, то есть старшему он также у меня занимается кикбоксингом, джиу-джитсо и параллельно футболом. Наверное, в меня мой старший ребенок, он очень активный, и поэтому я также искал, как мои родители, зал поближе. Ну, этим залом оказался зал кикбоксинга». Опытный кадровик плохому не научит. Артем – опытнейший. Коллеги ценят его как надежного, умного, веселого, профессионального и всегда дружелюбного товарища. Предупрежден – значит вооружен и подготовлен, как минимум морально, а по-хорошему и физически. Будьте в курсе самых резонансных преступлений и правонарушений. Об актуальных правовых новостях вы можете круглосуточно узнать в телеграм-канале и в официальной группе ВКонтакте у МВД России Пульяновской области. Редактор субтитров А.Семкин